Привет, меня зовут Дмитрий, вы смотрите канал Пассианс Шоу, в котором я рассказываю об играх, рассчитанных на игру в одиночку, или же о таких, в которых есть так называемый соло-режим. Сегодня как раз тот самый случай. Изначально игра The Grizzled, название которой можно перевести как Седой Поседевший, кооперативная игра для компании от двух до пяти человек, но вышедшая вслед за игрой дополнение Add Your Odds к вашим услугам предусматривает тот самый соло-режим. Когда речь заходит об игре The Grizzled, просто невозможно обойти стороной одну печальную, но очень важную деталь. Дело в том, что иллюстратором этой французской игры выступил художник-карикатурист Бернар Верлак, известный под псевдонимом Тиньюз. 7 января 2015 года Тиньюз стал одним из 12 жертв террористической атаки на редакцию газеты Чарли Хэтбо, сотрудником которой он был. Тиньюз, как и его коллеги, был сторонником идей пацифизма, и именно этой идеей пропитана игра The Grizzled. В ней рассказывается о шести друзьях-французах, которые были призваны для участия в Первой мировой войне. Когда на деревенской площади они узнали о всеобщей мобилизации, они поклялись друг другу, что сделают все возможное, чтобы вернуться всем вместе живыми с войны. Но даже в самых своих мрачных фантазиях не могли себе представить, с какими тяготами и ужасами войны им придется столкнуться, и насколько трудновыполнимые обещания они только что дали друг другу. В нашем распоряжении шесть героев. Все они, по утверждениям авторов игры, реальные персонажи, принимавшие участие в Первой мировой войне. Для соло-игры мы должны в случайном порядке выбрать троих из них и положить перед собой. Нашим друзьям предстоит преодолевать тяготы войны, изображенные на игровых картах. Этих тягот в нашей игре всего шесть. Это бессонные ночи, холодные зимы, проливные дожди, а также газовые атаки, свист пуль и внезапные наступления. Помимо этих тягот нам могут попасться карты различных несчастий и напастей. Все эти карты перемешиваются и затем 25 из них образуют колоду испытаний, которые нам предстоит пройти. Оставшиеся карты составляют колоду, которая символизирует моральный дух наших героев. Под колоду испытаний мы положим карту мирного неба. Наша задача пройти все испытания, избавиться от всех карт на руке и открыть карту мира и вернуться домой живыми. Это нужно сделать до того, как откроется карта, на которой изображена братская могила наших друзей. Эта карта кладется под колоду морального духа и как только моральный дух истощается, карта монумента открывается и мы проиграли. Обратите внимание, что для соло игры вам необходимо заранее убрать из колоды 6 карт напастей. Selfish, Tyranical, Frenzid, Absent-Minded, Panicked и Mute. Они перечислены в правилах к соло игре. Кроме того, в отличие от обычного кооперативного режима игры, нам не понадобятся карточки восклицаний. И наконец, вместо обычных тайлов поддержки, в одиночной игре используются 4 специально нарисованных для этого режима игры тайла. Перед началом игры эти 4 тайла перемешиваются и в закрытую кладутся на стол. На этом подготовка к игре закончена, нам осталось выбрать героя, который будет первым лидером. Обозначить его специальным жетоном и взять из колоды испытаний 3 верхние карты. Теперь давайте рассмотрим процесс игры. Текущий действующий персонаж обозначен жетоном лидера. Мы от его имени принимаем решение, какое действие мы будем совершать в данный момент. У нас есть 3 варианта действия, вернее 4, но 2 из них можно считать одним видом действия. Это сыграть карту с руки. Только если мы принимаем решение сыграть карту тягот, мы выкладываем ее на поле боя в центр стола. А если эта карта на пасти, мы ее добавляем в багаж лично этого персонажа и кладем ее рядом с ним. Второй вариант действия применить специальную возможность персонажа, так называемый счастливый талисман. Он изображен в верхнем углу карточки персонажа. Этот талисман позволяет нам отправить в сброс одну из уже находящихся на поле боя карточек тягот, но только одну, на которой есть изображение той же самой тяготы, что и на изображении счастливого талисмана нашего героя. То есть, если наш активный персонаж Шарль Сальер, и мы принимаем решение, что в его ход мы применяем его счастливый талисман, мы можем отправить в сброс эту выложенную карту с изображением дождя. Отправив карту тягот и в сброс, мы обязаны перевернуть карту персонажа, что будет символизировать, что счастливый талисман этого героя уже использован. В дальнейшем у нас будет возможность снова активировать талисман Шарля Сальер. Если мы не хотим или у нас нет возможности ни сыграть карту с руки, ни применить специальные свойства персонажа, мы можем выбрать третий вариант действия. Покинуть поле боя. Для удобства и визуального отображения этого действия мы поворачиваем карту игрока, и этот игрок считается покинувшим поле боя. После того, как мы совершили один из трех вариантов действий, жетон лидера переходит к следующему герою по кругу. Этот герой перед тем, как выбрать и совершить свое действие, должен вначале принять решение, пополняет ли он руку до трех карт из колоды испытаний или нет. Обратите внимание, что если вы принимаете решение не пополнять руку, вы не можете в дальнейшем пополнить руку другими персонажами до конца текущей миссии. Выкладывая карту на поле боя, вы открываете в текущей миссии определенные тяготы. Так, выложив эту карту, я открываю в миссию ночь и пулю. Если в какой-то момент игры на столе оказываются открытыми три одинаковые тяготы, например, как в этом случае три ночи, миссия считается проваленной. Тут есть один важный момент, о котором нельзя забывать. Среди карт напастей есть карты травм и фобий, каждый из которых несет на себе изображение одной из этих тягот. Если мы принимаем решение добавить одну из них к какому-либо персонажу, эта тягота тоже считается одной из открытых в миссии. Иными словами, если, например, на поле уже есть открытая карта зимы, а Ансель Пэрен является обладателем зимней травмы, ну, обморожение, например, если пытаться придумывать некий сценарий, то следующая открытая карта зимы автоматически провалит миссию, поскольку будет считаться третий одинаковый тяготой открытой на поле. Однако, если персонаж, обладатель этой травмы или фобии, решает покинуть бой, его травмы и фобии уже не учитываются в текущей миссии, и у нас снова на столе только две тяготы зимы, что позволяет оставшимся в бою персонажам продолжать избавляться от ваших карт. От травмы и фобий можно будет избавиться, но если мы не сделаем это до начала следующей миссии, следующая миссия изначально будет начинаться с уже одной открытой тяготой зимы на столе. Несколько карт в колоде испытаний имеют символ, который называется ловушка. Если вы выкладываете эту карту на поле боя, вы обязаны тут же открыть и выложить рядом еще одну из карты испытаний. Если при этом следующая карта снова несет на себе символ ловушки, эту новую ловушку можно игнорировать. Если же следующей картой оказывается карта напастей, вы обязаны положить ее к активному персонажу. Если вы видите, что следующая выложенная карта с руки провалит миссию, верным решением будет покинуть бой. Как я уже сказал, покидая бой, вы поворачиваете карту персонажа и перемещаете жетон лидера к следующему, еще не покинувшему бой героя. Как только бой покидает последний персонаж, миссия завершена. И если на столе нет трех одинаковых тягот, миссия считается успешной. Обратите внимание, что на руках у вас могут остаться карты. Изображения на них не учитываются при подсчете одинаковых тягот в миссии. Независимо от того, провалили вы миссию или успешно ее прошли, следующий этап игры называется поддержка. Вы открываете верхний тайл поддержки и применяете ее к тому герою, который изображен на этом тайле. К левому, правому или, как в данном случае, к центральному. Указанный персонаж имеет право либо отправить в сброс до двух навалившихся на него напастей, либо вернуть себе использованный талисман. Если вам не повезло и вы вытащили тайл с восклицательным знаком, ваши герои не получают никакой поддержки. По окончании следующей миссии вы можете открыть очередной тайл поддержки. А когда все тайлы будут использованы, снова их перемешать и продолжать использовать как обычно. Вы сами почувствуете, с каким трудом будут вам даваться прохождение миссии и даже не хочется представить себе, как это происходит в реальной жизни. Поэтому неудивительно, что даже успешно пройденная миссия влечет за собой снижение морального духа. В игре этот эффект выражается в том, что после окончания миссии и фазы поддержки вы добавляете в колоду испытаний две карты из колоды морального духа. Плюс столько карт, сколько у вас осталось на руке. То есть если у вас на руке осталась одна карта, вы снижаете моральный дух на три карты. То есть в идеале нужно стараться заканчивать миссии, не имея карт на руке. Итог успешной миссии от проваленной отличается тем, что успешная миссия отправляет все открытые карты на поле боя в сброс, а проваленная миссия заставляет вас все карты на поле боя замешать обратно в колоду испытаний. И это ужасно, потому что по результатам проваленной миссии вы ни на шаг не приблизились к победе, а наоборот отдалились от нее, зато колода морального духа неумолимо похудела, приближая вас к печальному концу. Вы продолжаете играть таким образом до тех пор, пока в ходе одной из миссий вам не откроется карта мирного неба. Если при этом вы избавитесь от последней карты с руки, и миссия не будет провалена, вы можете считать себя победителем в этой игре. Проигрыш наступит в тот момент, когда вам откроется список ваших персонажей, выгравленных на монументе павших героев. Еще одно условие, при котором вы будете считаться проигравшим, наступает тогда, когда после фазы поддержки на одного из персонажей навалилось сразу 4 напасти. Давайте уделим несколько минут картам напасти, чтобы познакомиться с ними поближе. Этих карт не так много, зато игрокам, не владеющим английским языком, будет проще начать играть в Гризлт. С шестью картами фобии и травм мы знакомы. Они добавляют соответствующие тяготы на поле боя. Карта Фриджайл, в переводе слабый, означает, что вы не можете покинуть бой, пока у вас есть хоть одна карта на руке. В кооперативной игре эта карта распространяется на других игроков. В соло режиме она влияет на всех персонажей, включая того, кому принадлежит это напасть. Прайдфул, в переводе гордый надменный, означает, что этот герой не может покинуть бой до тех пор, пока у вас есть хоть одна карта на руке. Но если в бою остался только этот персонаж, которому принадлежит карта Прайдфул, он все-таки может покинуть бой даже с картами на руке. Hard-Headed, в переводе твердолобый, упрямый, означает, что вы не можете покинуть бой, если у вас на руке остается две и более карт. Clumsy, в переводе неуклюжий, заставляет вас открыть и тут же сыграть еще одну карту из колоды испытаний, после того, как персонаж, которому принадлежит напасть, покидает бой. Demoralized, в переводе деморализованный, заставляет вас добавить еще одну карту в колоду испытаний после окончания миссии в фазе падения духа. Fearful, в переводе испуганный, в свой черед, то есть в черед персонажа, которому принадлежит это напасть. Он обязан покинуть бой, если на столе открыты две одинаковые тяготы, то есть если на столе есть, например, уже две пули, этот персонаж в свой очередной ход обязан покинуть поле боя. Wounded, в переводе раненый. Эта карта не накладывает никаких обязательств, но считается за две напасти сразу, а это значит, что если у этого персонажа в дальнейшем появятся еще две напасти, от которых вы не сможете избавиться в фазу поддержки, вы проиграете игру. Единственная положительная карта среди карт напастей, это карта Рождества. Вы легко отличите ее по зеленой звездочке, изображенной на ней. В свой ход персонаж, применяя эту карту, отправляет ее в сброс, и вместе с ней может отправить сброс любую одну карту напасти, навалившуюся на него самого или на одного из его друзей. И последнее примечание, которое есть в правилах. Оно гласит, что если на одного персонажа навалилось две напасти, которые противоречат друг другу, то необходимо применять правила той карты, которая появилась у этого персонажа раньше. То есть, например, если у персонажа уже была карта Фриджайл, которая запрещает покидать бой, пока на руке есть карты, а затем у этого персонажа появилась карта Фирфу, предписывающая тут же покинуть бой, если на столе есть две одинаковые тяготы, то мы слушаемся только карту Фриджайл, и не покидаем бой, пока на руке остается хоть одна карта. Как видите, правила Гризлд довольно сложны и требуют немалой концентрации, особенно на период знакомства с игрой. Рекомендуется сначала не обращать внимание на карты ловушек, затем, набравшись небольшого опыта, использовать карты ловушек в игре. Ну а если вы станете настоящим мастером Гризлд, попробуйте усложнить себе задачу, раздав в начале игры не 25, а 30 карт в колоду испытаний. The Grizzled случай уникальный. Мало того, что это очень тактически сложная, тонкая и увлекательная игра, это еще и серьезное философское произведение. Недавно появившееся видео кооперативного геймплея этой игры на канале Born Game Community наглядно демонстрирует, что ведущему приходится буквально морально готовить других, еще неопытных игроков, к партии этой игры, как к сложному, в том числе и с моральной точки зрения, испытанию. Но при этом совершенно очевидно, что это игра, и она остается игрой и может принести немало положительных эмоций. Поэтому, если вы хотите попробовать самостоятельно свои силы в игре The Grizzled до того, как предложите сыграть в нее своим друзьям, соло-режим, о котором я вам сегодня рассказал, может оказаться очень даже кстати. Тем более, что если вы не такой большой поклонник соло-игр, как я, у меня есть для вас небольшой лайфхак. Вы можете сыграть в одиночку, не покупая дополнение к игре. Дело в том, что в коробке с дополнением Add Your Odds большая часть компонентов относится к кооперативному режиму. А соло-режим предполагает только то, что вы убираете часть карт на пасте из колоды, и единственное, что вы добавляете к компонентам основной игры, это новые тайлы поддержки. Ну и в этом случае вы можете использовать тайлы из основной игры, только вам нужно будет запомнить, какой тайл будет означать право персонажа, какой левого, какой центрального, какой будет пустышкой. Ну а правила вы всегда сможете найти в интернете. А можете и не искать, а просто еще раз посмотреть этот обзор и партию игры геймплей соло-режима Grizzled, который я записал отдельно. Ссылка сейчас должна появиться у вас на экране, она же в описании к этому видео. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Пассиан Шоу. Следите за новостями из мира настольных игр в группе Board Games News ВКонтакте. Спасибо вам за внимание. С вами был Дмитрий. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok